теперь друзья прямо на карте города можно встретиться спонтанно если оказались рядом узнать где ваши близкие прямо сейчас и делиться эмоциями 2 гис твои друзья на карте города пламенный приветик причудливый мини пока в ретро дизайне что еще нужно для счастья чтобы он тянул hell divers 2 или киберпанк 2077 а вот легко а это законно вообще штук стоит 500 баксов работает на рязани и конечно куда лучше купить ps5 или xbox series x может оно и лучше но мини пока есть мини пока к тому же в таком дизайне необычном так еще и с экраном который помимо показа картинок забавных выполняет вполне важные функции например он отображает скорость вращения кулеров fps в играх демонстрирует загруженность оперативной памяти и короче ща все расскажу достойная получилась игрушка и интересная к тому же сюда можно подключить внешнюю видеокарту скажем спасибо стандарт юсб 4 который соответствует спецификациям thunderbolt 3 если кто не догадался это а я нео и у них есть две новых версии мини пока одна как у меня в духе приставок нес под названием а м 02 но существует и версия а м 01 в виде старого макинтоша выглядит душевно но говорить я буду именно про а м 02 потому что он интереснее по начинке внутри более свежий чип ryzen 7 78 40 и час который с разной степени успешности крутит практически любые задачи и поработать и поиграть фактически получилась полноценная консоль на винде геймпад подключил и вперед можно эмули ретро игры поставить или какие нибудь проекты из двухтысячных другой вопрос что все это не очень интересно ого пока современный за 500 баксов тянет ретро игры ну понятно дело что тянет куда интереснее поговорить о современных проектах может быть действительно и консоль не нужны вот сейчас разберемся посмотрите какая кайфовая лиловая коробка а комплект поставки тут вообще выше всех похвал одна красота да приятность все аксессуары аккуратно разложены по черным коробочкам блок питания на 100 ватт он в черном цвете вот с таким приятным рисуночком и спереди и сзади real gamers ноу gamers написано а сверху есть дополнительный юсби и юсби переходники еще положили в комплект несколько переходников для розеток разных типов тоже кабель питания с тайп си в наличии hdmi даже не зажали но явно не с каждым мини пк hdmi кладут и даже набор винтов и пару отверток закинули ну чисто на всякий случай например надо будет внутрь корпуса залезть ssd поменять или еще чего отвертки под рукой такому комплекту прям уважение кстати оператива здесь тоже сменная но с этим есть проблемка об этом позже расскажу хотя сразу скажу память медленная 5600 для встроенной графики побыстрее бы надо ну а что касается дизайна вот пока мы открыли это скорее не консоль а просто пушка самая настоящая только из пластика они из металла не обманывайте себя и уж насколько я не фанат ретро дизайнов всяких все равно последний мини пока даже вот mac mini или mac studio но тупо серая белая черная коробка и все здесь хотя бы что-то интересное к тому же с внешним экраном да тут есть четырехдюймовый экран на верхней части корпуса дисплей сенсорный на него выводится всякая разная полезная инфа время дата тдп фпс скорость вращения кулера температура процессора и стройки даже сколько места осталось на ssd и как загружена оператива а еще сюда можно выводить всякие картинки анимации но функция пока не работает ее просто заявили из косяков отзывчивость экрана оставляет желать лучшего сенсор очень стремный хотя сам экран неплохой но в идеале ты один раз настроил а потом просто смотришь смотришь интеграцию ситуация вы старательно много работаете получаете хорошую зарплату а деньги по сути некуда тратить покупать что-то ненужное но так себе решение лучше подумать о будущем например сделать финансовую подушку подскажу вклады в тинькофф банке просто кладете деньги на счет и получаете проценты без рисков потому что вклады застрахованы на сумму до 1 4 миллионов рублей в госсистеме страхования вкладов без головной боли пополнил счет с дебетовой карты тинькофф банковским переводом по реквизитам либо наличкой через банкомат сейчас вклада у тинькофф позволяют получать доход до 16 процентов годовых приставки до 15 процентов годовых условия вклада вы выбираете сами либо с возможностью пополнения либо без него но с повышенным процентом доходность вклада увидите в удобном калькуляторе на сайте срок от 3 до 24 месяцев проценты начисляются каждый месяц можно их вывести даже на карту чтобы тратить доход либо оставить на вкладе тогда проценты будут расти открывайте вклад тинькофф по ссылке в описании и получайте доход со сбережений на более масштабные цели продолжаем и как оказалось тема с внешним экраном довольно интересная потому что здесь можно не только различные параметры настраивать но и посмотреть время и выключить отсюда сам экран регулировать громкость и яркость вот так было бы вообще конечно идеально но у вас же не будет это кабель сверху торчать у компа есть несколько предустановок по тдп их можно поменять в системе либо как раз через экран у каждой этой предустановки есть свое название с триплой играми все понятно как из ретро а вот что такое классик а хрен его знает типа классические игры или обычные игры инди там дальше у нас есть красная кнопочка с надписью open она не для красоты хотя и для этого тоже нажали и открывается лоток с дополнительными портами тут и два юсб 3 2 ген 2 тайп с поддержкой юсб 4 и 3 с половиной миллиметровый джек кнопка питания находится на противоположной стороне от красной передняя тайп сишка на 40 гигабит и позволяет подключить монитор 4к 144 герца еще несколько портов установлены сзади 2 lan один гигабитный другой два с половиной гигабита парочка юсб 2.0 полноценный дисплей порт 1.4 и hdmi 2.0 ну и еще один тайп си только для подачи питания в целом набор по портам прям норм что касается системы охлаждения на нижней части есть решетка для забора воздуха сверху для выдува есть резиновые ножки чтобы по столу никак не шатался компьютер и один из его немногочисленных минусов то что он довольно громкий здесь большой кулер и он шумит особенно под нагрузкой аж уши вянут если кому-то важны размеры 13 4 на 14 6 на 4 8 сантиметра вес примерно 510 граммов а собрано все неплохо но прям даже хорошо настроить тдп экран звук контроллеры сети все остальное можно через знакомый по прототипным консолям компании фирменный overlay is space по сути на внешний экран тоже выводится он менюшку можно открывать как через панель задач так и с помощью геймпада каждый профиль по мощности можно настраивать как угодно например для triple и игр в стоке тдп на 27 ватт но его можно увеличить до 47 либо уменьшить хоть до пяти в настройках также есть кнопка включения отключения ограничителя fps и про производительность чуть позже спойлер там все ок но без чудес железо аппаратная база компа райзен 7 7840 hs архитектура z4 он очень похож на ryzen z1 extreme который используется в asus rock ally либо lenovo legion go ваенео 2s установлен amd ryzen 7 7840 u решение из той же оперы имеем 8 ядер 16 потоков частота до 5 1 гигагерца 16 мегабайт кэша третьего уровня 8 2 графика redone 780 м гпу кстати базируется на архитектуре rdn и 3 12 вычислительных блоков частота до 2 7 гигагерц так в чем же тогда разница этого камня и z1 extreme если там у z1 extreme заявлено 30 ватт тдп то здесь до 54 и получается ограничений по мощности нет и некоторые игры пойдут лучше но не все какие-то идут вот ровно так же как на иисусе процессор в компьютере дополнен оперативочкой ddr5 5600 в продаже есть версия на 16 и 32 гигабайта но можно самому расширить до 64 гигов пожалуйста для вас есть два соудим слота накопитель у нас скоростной nvme gen 4 на 512 гигабайт или 1 терабайт можно зафигачить диск до 8 терабайт при желании у нас внутри обычный m2 2280 что еще актуальный вай фай 6 е жаль не седьмой конечно bluetooth 5.2 но windows 11 home из коробки что посмотрим теперь на бенчмарке ну и в общем то мы прогнали кучу тестов мы поиграли в кучу игр а потом в голову вбрела мысль гениальная совершенно купить внешнюю видеокарту вот такую купили мы gpd g1 с radeon rx 7600 m xt которая сопоставимая ну наверное с настольной 3050 может быть даже 3060 хотя производитель на сайте пишет что сравнимо с настольной 3070 но это совершенно не так и штука не дешевая около 60 тысяч рублей на вид она нам обошлась на алике еще чуть дороже там 65-70 тысяч но работает вот с этой приставкой вообще без проблем причем это две конкурирующие компании мы по type-c соединяем спасибо usb 4 все заводится все играется разница в графических тестах вообще значительно местами там более чем в три раза но и для сравнения мы взяли тесты на surface laptop studio 2 давайте смотреть для сравнения в geekbench комп набрал примерно столько же очков что и surface studio две с половиной тысячи баллов и там и там примерно по 13 в мульте по встроенной графике айнео обгоняет surface в полтора два раза по дискретке surface впереди на 10-15 процентов но сетап айнео плюс gpd g1 стоит в 3-4 раза дешевле а по производительности вообще не уступает в cinebench результаты гпу и айнео в связке с егпу сильно скромнее хотя сенебенч судя по всему с егпу просто не дружит скорости ssd тоже померили кристалл дискмарк показывает 5000 мегабайт в секунду на запись 4300 на чтение у серфиса не сильно лучше в да винчи серфис обогнал айнео по скорости рендера где-то на три минуты но и там и там в целом не очень по сравнению например с макбуком результаты after effects тоже на экране lightroom classic по классике экспорт 100 фото photoshop открываем 100 psd смотрим за сколько ноутбук загрузит все файлы одинаково абсолютно ну и пока все это гоняли комп естественно нагрелся сверху 41 45 градусов в районе вентиляции сзади погорячее уже до 57 градусов и если подытожить то вот этот мини-пк в связке с егпу тягается с современными мощными ноутбуками теперь игры тут трипл и и проекты запускаются и даже больно не будет atomic hard pal world hell divers 2 киберпанк 2077 во всех играх 50 60 70 фепосов 1080p не 4k естественно настройки придется ставить низкие средние иногда нужно будет пользоваться fsr для увеличения производительности все-таки с десктопом с хорошей видюхой в плане производительности не сравнится ничего ну так вот atomic hard на высоких настройках на улице в битвах давал в районе 47 60 кадров без подвисаний без фризов на егпу настройки уже стояли ультра и стабильные 60 кадров gta 5 в онлайне на встроенной видеокарте с высокими настройками выдавала 35 до 50 кадров причем сама система ограничивала трафик на дорогах играть можно с егпу и на максималках игра выдает ну те 60 кадров с нормальным трафиком в киберпанк 2077 встроенная видеокарта показала 30 40 кадров с просадками до 25 настройки графики высокие с егпу игра идет бодрее естественно на высоких настройках 45 60 кадров и только в супер динамичных сценах проседает там до 40 43 кадров дальше fall world низкий пресет настроек и игра показывает 40 45 кадров но с сильными просадками с егпу уже на высоких настройках около 55 60 кадров ну и последнее enshrouded самая капризная игра из нашей подборки со своим движком и воксельной графикой на встройке у нас со средним графоном выходит 25 40 кадров иногда фризит но играть можно а на егпу 40 55 но просадки бывают до 30 халдайверс 2 оставили на сладкое на средних настройках получаем консольные 30 плюс кадров играть можно зависаний фризов нет с егпу ситуация еще лучше фпс поднимается до 55 63 кадров в секунду картинка плавнее вот тут уже можно нести демократию по полной программе за супер землю по итогу что можно сказать вот эта штука очень веселая история но скорее всего баловство потому что стоит дорого и в связке с компьютером получается больше 100 тысяч рублей конечно же за эти деньги проще собрать настольный пк с нормальной настольной видеокарты и вообще в ус не дуть но побаловаться этим все равно интересно кстати подрубали к портативным консолям kaneo 2s тоже все работает и конечно там фпс какой-то нереальный хотя кто с собой это будет брать непонятно но больше всего удивило встройка на которой также можно играть да только при full hd но при этом с нормальным показателем fps и даже в такие игры как киберпан 2077 все равно эта игра но не новая но требовательная а вот что касается ретро игр для которых якобы этот компьютер был создан я тем вообще не понял потому что эмулятор это всегда такой пердолинг потому что вот китайцы же классно делают берут android коробку туда оболочку неплохую и тысячу игр сразу пожалуйста все можешь не запариваться здесь ничего такого нет то есть все вручную над делать и поэтому какой смысл кому покупать но это универсальный комбайн на windows вот прям надежный компактный мощный комп на каждый день с прикольным дизайном который будет классно смотреться на столе эмуляторы тянет зачем-то triple и игры тоже пускай с компромиссами в остальном таблицы монтаж photoshop программирования тоже без проблем понятное дело на рынке можно найти еще с десяток мини пк на том же процессоре 7840 и чес уже есть версии с 8040 есть версии с intel но тут другая цель если вы ищете маленький компьютер который по сути может все и при этом классно выглядит то это она по стоимости как всегда у него непонятки потому что есть цена для краудфандинга естественно она ниже и только в китае а вот официальные цены 500 баксов за пустую коробку то есть в оперативу и ssd сами докидываете 660 долларов за версию на 16 плюс 512 700 баксов за 16 плюс 1 терабайт и 770 долларов за версию на 32 плюс 1 терабайт ценник безусловно не маленький но и не самый кусачий тем более за дизайн за возможности зовут этот экран за неплохую сборку за компактность отдать можно если конечно это нужно если вы искали подобный компьютер в остальных случаях идем покупаем некрасивую коробку с rtx 3060 настольный и радуемся жизни игры будут идти лучше такая история а